МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вплоть до оттепеля. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте. В Барнауле появился Краевой клинический центр охраны детства и материнства. Это не новый объект, построенный с ноля. Это три медицинских учреждения, объединенные в одно. Работать сообщи будут специалисты клинического перинатального центра, детской больницы номер 2 и детской клинической больницы. На базе последний центр и расположился. В нем открыли отделение палиативной помощи, неонатологической хирургии и другие. В стационаре более 600 мест. Сегодня в центре охраны детства и материнства побывали журналисты, в их числе и наша съемочная группа. Подробнее о том, каким будет новое медицинское учреждение в вечернем выпуске. В Алтайском крае выросла плата за капитальный ремонт. С января она поднялась на 6,5%. Это следует из постановления правительства Алтайского края, опубликованного на официальном сайте региона. Отметим, что это самый сильный скачок за последние годы. Раньше ежегодный рост составлял 4,5%. Уже в январе жители многоквартирных домов выше пяти этажей увидят в своих квитанциях новые цифры. Вместо почти 5 рублей за квадратный метр им придется платить 5 рублей 26 копеек. Еще больше плата выросла для жителей многоэтажных домов до 5 рублей 85 копеек. Напомним, взносы на капремонт зависят от этажности и технических параметров здания. Кстати, с начала реализации программы капремонта в крае отремонтировано больше тысячи многоквартирных домов. На это было потрачено 3 миллиарда рублей. Руководство Барнаульского лицея после драки учеников привлекли к ответственности наказанный директор и заведующий учебной частью. В отношении последнего завели уголовное дело. Напомним, вокруг лицея номер 101 в конце прошлого года разразился скандал. Мама ребенка рассказала в соцсетях о том, что над ее сыном систематически издеваются другие ученики учебного заведения. По словам женщины, руководство лицея обвинило самого пострадавшего в слишком острой реакции на происходящее. Следственный комитет Край по данному факту начал проверку. В ходе нее также выяснилось еще об одном неприятном инциденте в лицеи. В марте 2015 года в больницу с переломом ноги попал 11-летний школьник. Травму он получил в драке на территории образовательного учреждения с одним из подростков. При этом руководство школы никак не отреагировало. В итоге по данному факту самому лицея вынесли представление об устранении выявленных нарушений. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности, а в отношении заведующего учебной частью возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Молотобольская или Сахарова? В интернете барнаульцы обсуждают, какой новогодний городок им понравился больше. Тот, который расположен уже на привычном месте, на площади Сахарова, или тот, который впервые появился на местном Арбате. Сколько людей посетило эти праздничные объекты, точно сказать не берутся, но оба сооружения были востребованы, отметили в пресс-службе мэрии. По примерным подсчетам, только в день открытия главной елки на Сахарова сюда пришли около 10 тысяч человек. К слову, разбирать этот городок начнут 16 января. А вот на Молотобольской горкие фигуры будут стоять, пока позволит погода. В городской администрации активно следят за обсуждением горожанами темы, какой же городок лучше. В голосовании на сегодняшний день лидирует елка на Арбате. По мнению жителей, это место наиболее удачное для массовых гуляний. В мэрии нас заверили, что пожелания барнаульцев обязательно учтут будущей зимой. Если же голосов будет примерно равное количество, то основных новогодних городков вновь будет два. На этой неделе во многих парках и дворах барнаул начнут постепенно убирать снежные фигуры и сносить ледяные горки. Но не на улице Взлетной. Пенсионер, который самостоятельно построил в спальном районе огромный снежный городок, обещает, что дети смогут кататься на коньках и с горки до самой весны. Каждый день Николай Хлудеев выходит с лопаты и убирает снег с детской площадки, как будто ему за это платят. Мужчину здесь, на улице Взлетной, считает героем. Третий год подряд он оживляет тихий спальный район. Строит винтовые горки, снежные аттракционы, заливает каток. Все делает по особым технологиям. Во время зимних каникул на этой площадке кружились, падали и катались тысячи детей. Кстати, по мнению многих из них, это лучший снежный городок во всем Барнауле. Пенсионер живет в этом доме. Свои внуки выросли. Николай Семенович в прошлом военный педагог, и, как он признается, теперь без детей скучно. В этом году мужчине стала помогать управляющая компания. Она оплачивает затраты на воду, электричество и строительные материалы на детской площадке. Как считает Николай Хлудеев, во дворе надо заливать не снежные фигуры, а горки, чтобы дети двигались и не сидели дома. Вечером зажигаются все огни. Ёлка вращающаяся. Вот так я сконструировал, что карусель вращается, катаются дети и взрослые. Можете убедиться, ночью приходят взрослые. Здесь везжают так же, как дети, потому что всем весело. Кстати, горки на взлетной не собираются убирать до конца марта, пока не растают. Прокатиться с ветерком могут не только маленькие хозяева двора, но и все жители города. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Не знаете, какой пустырник выбрать? Выбирайте пустырник «Форта Эвалар». С алтайским пустырником и более высоким успокаивающим действием. Пустырник «Форта Эвалар». Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края Ветреной. Снежно в Бийске минус 4. В Белокурихе и Рубцовске минус 10. До пяти морозов в Заринске. В Барнауле ночью и днем возможен снег. Ветер северо-западный порывистый до минус 8. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.